Рано утром в пятницу в сеть слили вот этот баннер. Рекламу нового сезона раньше времени опубликовали в Razer Synopsis. Спустя несколько часов, банджи официально решили подтвердить утекшую информацию и запостили ещё более разрывной скриншот. Вот этот. А также подтвердили название сезона. Сезон исчезновения. Релиз сезона 24 августа. Возвращение королевы Марысов было ожидаемо. Ведь на то была масса намёков и сегодня я коротко расскажу о них и заодно напомню, что там происходит с городом пробудившихся. Очевидно, что события пятнадцатого сезона развернутся в городе Грёз. Локации, которая была впервые представлена в дополнении отвергнутые три года назад. Но даже спустя столько времени, это место не раскрыло нам всех своих тайн. Напомню, что нам до сих пор не удалось получить пятнадцатое желание для рейда «Последнее желание», которое точно должно появиться в игре, правда, неизвестно каким образом. Первые четырнадцать желаний игроки нашли, исследуя город Грёз, осматривая ролики и решая загадки. Пятнадцатое же сначала было в игре за триумф, потом его убрали и никак не комментировали его возвращение. Ну а следующий сезон у нас пятнадцатый. И как бы, когда, если не сейчас, правильно? Теперь давайте вспомним кадры, которые были замечены в трейлере сезона Охота. На них чётко видны какие-то формы тьмы в городе Грёз. Напоминают небольшие пирамидообразные корабли, как те, что летали над Ио в сезоне прибытия. И да, частично город Грёз уже был задействован в сезоне Охота, когда мы охотились на огневорождённых и преследовали церемонии Мейстера, но участия тьмы в таком виде при этом замечено не было. А говорю, что я не хотел бы, чтобы моё сравнение этой пирамидки с теми, что летали над Ио, прежде чем планеты пропали, стало бы причиной для паники и комментариев о том, что город Грёз убирают в хранилище. Я так, правда, не думаю. Вполне возможно, что присутствие тьмы в городе будет объясняться контактом с Марой Сов и её возвращением. Тьма последует за ней и появится здесь. Судя по опубликованному разработчиками скриншоту, Мара пообщается и с Савасирисом. Так что это практически ещё одно подтверждение теории о том, что Осирис одержим или подменён Саватун. Подробнее об этом я делал отдельный ролик. Ну и, похоже, диалог этих двух королев будет открывать сезон, ведь иначе бы его так смело не показывали до премьеры. Что ж, мощное вступление будет у 15-го сезона, верно? Как я и сказал, появление Мары не стало большим сюрпризом. Как минимум из-за тизера, который разработчики встроили в игру несколько сезонов назад. Мы получали сообщение от королевы Мары Сов, которое могли прослушать в начале сезона Охота в кабинете у Завалы. Тогда она сообщила, что идёт. Во все уголки системы я опустошила арсеналы на периферию. Я бросила в бой флоты корсаров и посланников. Но остановить Чёрный флот мне не удалось. Я знаю, чего вы лишились из-за него. Петра, я прошу прощения за своё долгое отсутствие. Твоё сострадание, твои лидерские качества принесли огромную пользу и мне, и нашим людям. Всё это началось в городе грёз. Я вернусь туда, чтобы закончить дело. Саватону ждёт меня. Впервые Стражи оказались в городе грёз с выходом дополнения отвергнутые. Благодаря погоне за ослеплённым проклятием Ульдреном, город, который был сокрыт от глаз Стражей много лет, стал доступен всем. Более того, когда Мара Сов узнала о том, что Стражи нашли дорогу в город, она распорядилась, чтобы Петра отправила отряд Стражей в одну из башен, и те убили последнюю выжившую Ахамкару, Ривен, которую Мара некогда вырастила, которая создавала город, но которая стала одержимой с лёгкой руки Орикса. Это событие рейда «Последнее желание». Не хочу сейчас растягивать, углубляться, но если сильно упрощать, то именно этого и хотела Ривен, будучи частично связанной с Саватун. После прохождения рейда, проклятие города грёз вырвалось наружу и закрыло его в повторяющемся цикле, который был подконтролен Кьюрии. С каждой неделей проклятие окутывало город всё сильней и сильней. У нас была надежда, что проклятие будет разрушено после того, как мы убили Кьюрию, в текущем сезоне Сплайсер, однако цикл всё ещё продолжается, и очень вероятно, что порочный круг проклятия прервётся как раз в следующем сезоне. Когда мы в последний раз видим королеву Мару в её тронном мире, она говорит о балансе тьмы и света, и о том, что ей приснилась подруга из будущего. Когда во вселенной слишком много тьмы, свет должен разгонять её. А когда слишком много света, тьма должна его приглушать. Мы несем бремя истины. Это и значит быть пробудившимися. Я грезила о подруге будущей. Она скажет мне, сторону обязательно нужно выбрать, пусть даже неправильную. А она мне понравится. Скоро начнётся следующий акт. И я не знаю, когда вернусь. Ничего не бойся. Никому не кланяйся. Мы ещё встретимся. Однажды. В русском переводе не совсем понятно передан смысл, так что уточню. Речь об экзо-незнакомке. Мара даже сказала, что она должна ей понравиться, и это логично. Ведь философия того, как тьма и свет должны существовать в балансе, это то, что мы слышали от экзо-незнакомки в диалогах за гранью света. Мы не можем точно знать, где Мара была всё это время, и каков был её замысел, который она скрыла даже от самых близких, от Ульдрана, от Петры и от техно-ведьм. Но в любом случае, она никогда не собиралась оставлять битву света и тьмы без своего участия, ведь именно столкновению этих сил она обязана своим существованием. «Мне снился сон», — говорит Сьор, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Я видела тебя в огромном чёрном треугольнике, ты разделила его надвое голыми руками. Ммм, а я, кажется, была мертва». Она разминает шею с восхитительно громким щелчком. «Или в заточении, вроде как в лабиринте, но на верном пути к выходу». «Угу». Сьор встаёт и подтягивается. Она не обращает внимания на то, что Мара её не слушает. Пусть читает. «И с тобой была ещё одна женщина». «В треугольнике», — бормочет Мара. «Да, она помогала. А затем появился твой брат, и...» Она разминает руки, задумчиво хмурясь. Сон уже выцветал в её памяти. Он сказал «тропы» или, может, тропинки. Неважно. Это лор-описание Бессонницы, ракетницы из города грёз. Ярость королевы, иначе говоря, её правая рука, сообщает ей, что в её сне Мара разделяет большой треугольник голыми руками. Довольно буквальная метафора про корабли-пирамиды. А что если Сьор видела вещий сон? Притом, случилось это настолько давно, ещё до войн Рифа, что тогда она не могла предположить значение увиденного. Собирается ли Мара следовать этому пророчеству? Какой будет её встреча с Вороном? Как она примет то, что стражи взяли частицу тьмы под свой контроль? И что в итоге сделает пятнадцатое желание рейда? Вопросов остаётся. Слишком много. И мне не терпится узнать на них ответ. А ещё меня пугает то, как много совпадений вся официальная инфа имеет с теми самыми утечками, о которых я делал ролик. Неужели остальное тоже будет подтверждаться? Короче, ждать осталось недолго. И скорее всего моё следующее видео выйдет уже в новом сезоне. Увидимся на стримах в выходные и во вторник. Чтобы не пропустить трансляцию, подпишись на мой канал на Твиче. До связи.